Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о сколиозе грудного отдела. В общем, в чем суть? Смотрите. Сколиоз грудного отдела характерен тем, что это классический сколиоз в представлении обывателя. Так как я снимаю свои видео для моих пациентов, для обывателей. Вообще, слушайте, это максимально просто. Разное положение лопаток. Боли, как правило, характеризуются под одной лопаткой. У него социальный синдром скапливается по одной лопаточке. Там такой триггер, прям перекатывающаяся такая капсула. Потом разные, по-разному развиты верхние конечности. То есть руки наши по-разному развиты. С одной стороны бицуха меньше, с другой стороны бицуха больше. Это вот классика сколиоза грудного отдела. Опять же, не путайте с кифозом. То есть сколиоз – это когда у нас опущено или приподнято больше правое или левое плечо. Потом верхушка трапеции, трапециевидной нашей мышцы, может быть больше развита, больше тонизирована. Или больше как бы приподнят этот вот верх, как форма разная вообще мышца может сопровождаться. Для массажистов может быть развита широчайшая мышца спины по-разному. Даже могут, если это уже такой застарелый сколиоз, может быть разная прям форма. То есть вроде бы они, ну, допустим, если мы человеку сами выставляем, да, плечи, к примеру, там, нажмем на плечо, опустим плечо. Вроде уже достигла симметрия мышцы, да. То есть за счет просто изменения положения тела мы уравниваем лопатки, к примеру, удерживаем своей рукой лопатку к низу, к примеру. Все равно можно заметить, что мышцы как будто разные по форме. Это вот очень характерно для такого застарелого сколиоза. Но это заметит скорее только массажист, человек, который вот постоянно-постоянно работает со спинами людей и уже умеет чувствовать и замечать вот эти вот нюансы и тонкости в мышцах. Значит, смотрите, какой момент. Лечение также совершенно классическое будет. Это лечебная гимнастика. Потом я отдельно увожу корригирующая такая гимнастика. Можно с использованием тросов это делать, с использованием кроссоверов. О том, как это делать, я снимал уже видео на канале. Вот. И по симптоматике, какую может клиническую картинку давать. То есть, это могут быть различные, ну, боли между лопатками в основном идут. Реже в сочетании с другими патологическими изменениями. Боль, как правило, в плечевом суставе может быть по-разному. Ну, там, тенденит назовем. Формирование тенденита может быть из-за разных конечностей, разной нагрузки на сустав. Но не только он. Вообще может быть куча всего, всяких патологий, травм акромиона и так далее. Там у меня один знакомый, из-за моих, приходил ко мне лечиться. Он себе просто выкрутил этот акромион. Пришел ко мне, говорит, ну, может мне мануальную терапию. Я говорю, дружочек, иди-ка, давай-ка на обследование. Делаем ему обследование. Там оперативное вмешательство показано. Уже капец акромиона пришел. Был. Яркий, яркий, яркий сколиоз. Он продолжал сжать. Сжал уже криво. Все равно продолжал сжать. Мышечная масса большая. Ну, и, в общем, вот, дожался. Ну, 200 он, пожалуй. Вот, значит, в чем смысл? Так вот, клиническая картинка, в основном, у обычных обывателей, спортсменов, все-таки останавливается на болях между лопатками. Боли между лопатками, ну, и либо боли в конечности, еще простреливающие. Конечно, я это не разбираю в совокупности с другими какими-либо заболеваниями. Ну, вот говорим, что просто есть сколиозы, допустим, там, правосторонний грудной отдел. Вот, лечить обязательно надо. Может вызывать, ну, вызывать локальное образование миосоциального синдрома. Соответственно, могут образовываться более серьезные болячки, вот, в том числе и плечевых суставов. И это не гуд. Это прям вообще-вообще не гуд. Вот. Кто-то есть, ну, мнение, что вот при сколиозе грудного отдела, так называемый, там, синдром замороженного плеча есть, вот, якобы это причина. Значит, ну, можно говорить очень долго о патологиях, которые будут сопровождаться сколиозом. Но я, наверное, еще выделю патологии сердечно-сосудистой системы, изменение положения сердечной сумки при сколиозе грудного отдела. Это ярко выраженные, конечно, сколиозы. Но, тем не менее, тем не менее, вот такое место имеет быть. И даже микросмещение сердечной сумки все равно нехорошо. Вы представляете себе, что это такое? Вот. Поэтому сколиоз обязательно нужно лечить, в том числе, если это сколиоз грудного отдела. С вами был Крафт Сергей, Medical Fitness. Спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на канал, вы поможете развивать мне мой проект и делать вас здоровее.